Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем разговор о дендробиумах. В этом ролике речь пойдет о нобеле и о других, которые нуждаются в периоде зимнего отдыха. Вы знаете, в природе дендробиум нобеле растет в Азии, растет в Гималаях. Это такая орхидея, которая начинает желтеть листья и сбрасывать их в начале зимы. Давайте разберем уход на примере нескольких нобелей у меня есть. Вот этот называется Pink Rabbit Grace, розовый зайчик Grace, женское имя. Это моя фотография, когда он свел последний раз растению у меня почти 3 года. Купила его совсем маленьким кустиком и уже раздавала подругам деленки. Два года он рос в Корее и только год назад я пересадила его в лаву. Вот здесь даже выгорело его название, но я его помню. Это мой первый дендробиум нобеле. Если бы у меня он продолжал расти в Корее, то мне нужно было бы пересаживать его раз в 2 года. А в лаве я буду пересаживать только тогда, когда он перерастет, вот этот горшок. Сначала кажется, это очень трудно зацвести нобеле, но когда вы выращиваете его некоторое время, со временем приходит и опыт. Посмотрите, сколько много водорослей на этом горшке. Это говорит о том, что летом, когда происходит вегетативный его бурный рост, ему нельзя давать просыхать. Вот только почти просох, нужно поливать. И важно использовать правильный состав удобрения в разный момент или месяц этого вегетативного роста. Так, после того, когда он цветет весной, мы начинаем поливать его удобрениями с большим содержанием азота, для того, чтобы стимулировать появление новых ростов. И чтобы нобеле наливал свою бульбу, растил вот такие хорошие корни. Итак, мы продолжаем делать все лето, до середины августа, наверное. В августе мы прекращаем давать нобеле азот и начинаем давать больше фосфора, чтобы стимулировать закладку цветоносов. Если после августа продолжать кормить растения азотом, то все вот эти вот цветочные почки, они превратятся в кейки. И вместо цветения нобеля вы получите очень много маленьких новых растений на псевдобульбах. Вот эта псевдобульба цвела в прошлом году, а вот эта не цвела еще ни разу. И в этом году она закончила свой рост и выбрасывает цветочные почки. И о том, что она закончила рост, можно видеть здесь. Видите, там терминальный лист, больше бульба расти не будет. И самое время с первых чисел ноября приостановить полив. Посмотрите, вот старая бульба, вроде бы она и немножко усыхает, но не до такой степени. Это растение у меня не поливалось последние две недели. И здесь можно видеть, что на старой бульбе две почки проснулись, которые не процвели в прошлом году. Вот еще прошлогодняя бульба тоже на самой макушке выдает две цветочные почки, потому что они не процвели в прошлом году. В природе у себя на родине, где-то в Гималаях, в зиму нобели не получают воды. Может быть, только в виде утренней росы по утрам. Поэтому, если у вас в доме не очень жарко и есть прохладный уголок для них, смело оставляйте их без полива. Вот эти две псевдобульбы, это и вот с этой стороны это, выросли короткими, небольшими. Наверное, потому что я прекратила давать им азот, перешла на фосфор. И они у меня закончили свой рост, выдали по терминальному листу. Наверное, оно и хорошо. Я до сих пор учусь на нобели, и мне кажется, что хорошо, когда все псевдобульбы растут синхронно. Новые росты начинают свой рост весной и заканчивают его поздней осенью, набирая бутоны. У нобели очень большой запас в их псевдобульбах и влаги, и питательных веществ, поэтому не бойтесь не поливать их. Присматривайте, конечно, чтобы бульбы не совсем, не совсем ссохлись. Вот еще один Дендрубиум Брайл Ред Селебрейшн свел в прошлом году очень крупными цветами, ароматными. В этом году я вижу, что вот эти раз и два самые первые две бульбы, потом третья цвела, вот эти четвертые, вот эти две в прошлом году. И на этот год я ожидаю цветения от четырех псевдобульб, закончивших свой рост. Видите, терминальный лист, больше она расти не будет, и, соответственно, вот они пошли, цветочные почки. Этот Дендрубиум не поливался также уже три недели. Помните, что орхидея переносит сухость очень легко, если это прохладной температуры, нет испарения влаги, метаболизм при укороченном световом дне замедляется. И даже не думайте, ой, надо бы полить, мне жалко. Глупости для Нобели лучше находиться в сухости недель шесть. Свои Нобели я начну поливать только тогда, когда увижу, что почки превратились в бутоны, как вот этот один, скороспелый. Горшок мне не очень нравится, опять же, глазированный. Боюсь, что корни не дышат, но стараюсь не заливать. Все-таки пористая лава позволяет корням дышать. Еще я заметила, что корни не прирастают к глазированной поверхности горшка внутри. И орхидея даже с хорошими корнями так слегка все-таки у меня пошатывается из стороны в сторону. После цветения приму решение пересаживать или оставить этот Дендрубиум в глазированном горшке. Еще один Нобели у меня есть, это Yellow Heart, переводится как нежное желтое сердце. Вот так он свел последний раз. И по сравнению с двумя предыдущими он светет позже, где-то в марте. И поэтому я уже знаю его особенность, что он поздний цветун. И также у него два новых роста, вот этот, посмотрите, и вот этот, продолжают расти. Видите, там терминального листочка еще нет, как вот у больших, законченных псевдобульб. Но у тех, которые закончили свой рост, все-таки я уже вижу, начали образовываться цветочные почки. И что же нам тут делать? Вот она, почечка, вот здесь бугорок. Поливать или не поливать это растение, так как у него растут два новых роста. Вот вам и дилемма. Здесь нужно принимать решение таким образом. Если кустик маленький и вы хотите его нарастить, чтобы он был пышнее, Можете продолжать поливать новые росты, они будут расти выше, здоровее, крупнее. И старые бульбы, они могут и процвести такими одиночными цветочками, не очень пышно. В моем случае я решила не поливать этот дендробиум. И он уже не получает воды также три недели. И росты продолжают расти. И знаете почему? Растение довольно-таки крупное. И в этих вот старых и позапрошлогодних псевдобульбах и прошлогодних бульбах достаточно запаса влаги и энергии, чтобы прокормить эти два новых роста. Нужно просто наблюдать. Если видите, что бульба сморщилась, ну, попрыскайте немножко субстрат по поверхности. Прямо вот здесь слегка. Мои бульбы, они даже и не думают, еще и морщатся. А чтобы доказать вам, какие они выносливые, вот здесь покажу. У меня лежит одна псевдобульба, которая была отрезана или сломана ровно три месяца назад. В середине августа я ее принесла из нашего ботанического сада. И подписано у меня, что здесь ноу айди. Представляете, три месяца я ее не опрыскиваю. Она вот так вот лежит у меня и лежит. Надо бы, конечно, положить ее в тепличку, чтобы, может быть, она дала деток. То я просто хочу понаблюдать, как долго без увлажнения может выживать отрезанная бульба дендробия Нобили. Смотрите, три месяца без воды. Влажность у меня, конечно, 50%. Дневная температура 19 градусов. И ночью мы опускаем температуру в доме до 15. Да, забыла сказать, что весь октябрь и первую половину ноября они простояли у меня в холодной теплице, где температура опускалась до плюс 5 градусов. И только на днях я занесла их домой. Этот сравнительно новый Yamamoto Gold. Фотография от хозяйки. Купила я его прошлой весной. 5 долларов всего у члена нашего клуба по орхидеям. Вот здесь продолжает расти еще псевдобульба. Не закончила рост. Вот эта закончила. У меня эта орхидея месяцев 6. Я еще не знаю, что она будет выдавать. Но одна из псевдобульб где-то здесь показала цветочные почки. Сейчас я найду. А может быть и не цветочные почки. Ага, вот здесь. Может быть это и кейки. Купила потому, что люблю желтый цвет. А еще Yamamoto это громкое имя. У них теплицы на Гавайях. Японцы выращивают нобели. Еще один из моих старейших. Это Dendrobium Crystal Pink. Кристально розовый. Тоже уже и делила его сколько раз. Раздавала деленок и деток. Гибрид Дендра Сейлор Бой на Айс. Вот эта теплица Крауфорд орхидеи. Она уже не существует. Представляете, только этикетка осталась. Вот это массовое производство азиатских и голландских орхидеи вытеснило из бизнеса ее. Вот так мой кристально розовый дендробиум цвел последний раз. В этом растении чего только не намешано. Он вроде бы как и нобели, но там нобели в нем всего 25%. Там есть и манилиформа, японский природный дендробиум, который любит прохладное выращивание. Вот и умудряйтесь и решайте сами, как его выращивать. Либо в тепле, либо в прохладе. Он у меня растит кейки. Видите, какая здоровая. Уже надо снимать, вновь корешки уже хорошие. Но мне кажется, в этом году я привожу его к общему знаменателю, как говорится. Вот эти кейки, они росли уже давно с прошлого года. И в этом году, я думаю, что он не будет мне столько их много давать, как было в прошлом году. Потому что, опять же, правильное удобрение. Остановила азот в августе. И только фосфорные удобрения осенью. Снижение температуры сентябрь-октябрь. И приостановка полива с первых чисел ноября. И вроде бы как процесс пошел. Но так как это не полностью нобели, все-таки он светет по-другому. Вот посмотрите, здесь терминального листа еще нет. Бульба продолжает расти. Но мы уже видим почки. Надеюсь, цветочные. Видите, у каждого растения своя история, свои родители, свой подход в уходе и свои закидоны. Если первый год я с него снимала 6 кеек, наверное, в год. В этом году только две цели. Получить растения с новыми ростами, чтобы росли оттуда, откуда положено. И все это зависит от правильной комбинации двух факторов. Полива и правильного подбора удобрения в определенное время года. Как сейчас в середине ноября ни воды, ни удобрений. Вот этот небольшой дендробиум, с виду похожий на нобели, Stardust Firebird, его еще называют Dwarf Dendrobium или Карликовый. Основные его родители это Dendrobium Unicum и Yukon, а в прабабках и в прадедках там есть и Mniliforme, и есть и даже 12% нобели. Так как нобели совсем в нем мало. Видите, пометка, он у меня с октября этого года прислала мне его. Светланка из Лос-Анджелеса, спасибо тебе, дорогая, большое. Она ему не устраивает прохладного, сухого периода отдыха. Она его поливает круглый год и цветет он у нее прекрасно. Я изучала вопрос по жар-птице на интернете и вижу, что многие все-таки дают ему сухой и прохладный отдых, но не такой длинный, как нобели 6-8 недель, а 2-4 недели. Вот опять же уход зависит от того, какие составляющие части этого растения. Я буду продолжать его поливать в это время, как и делала его предыдущая хозяйка. На этом я завершу свой ролик о дендробиум нобели и близким к ним дендрах. А в третьей части о дендробиумах я расскажу о своих австралийцах. Там речь пойдет о кенгианум, спешиозум и дендробиум линдли и деликатум. Так что заходите в гости, поболтаем. Спасибо, друзья, что были со мной. Желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим орхам. Пока-пока.